Человеку всегда было свойственно думать о том, как кончится наш мир. В библейские времена основным таким грозящим бедствием был потоп, типа нового потопа, который все смоет, все вплоть до самых высоких гор и даже выше. Продолжением этой мысли было появление фильма «Водный мир», он по-моему называется, когда нам показывают мир, где всего одна гора торчит над поверхностью и больше ничего нет, все остальное море. На самом деле такого быть не может, потому что этого не может быть. Столько воды на земле нет, даже если мы представим, что все ледники растаяли, что всю воду из грунтовую взять, всю воду из облаков выкачать и еще, к тому же, много воды содержится в различных минералах в кристалл, ну минералы действительно, ее всю и оттуда изъять и наполнить мировой океан, ну все равно максимум и уровень получим на 600-650 метров выше. А вот средний уровень суши у нас над поверхностью мирового океана, это 670 метров, то есть большая часть суши у нас все равно останется над уровнем океана. Ну, поскольку человек не может успокоиться, он придумывает новые ужасы. Вот один из таких распространенных ужасов в последнее время стал падение метеорита или астероида, ну или кометы на худой конец. И как только вот очередное такое небесное тело начинает подходить к Земле, то начинают сразу появляться огромное количество статей в журналах, огромное количество передач на телевидении, где говорят, ну сейчас-то вот точно шиндарахнет и ничего не останется. Ну и скажем, когда в 2013 году под Челябинском у нас свалился метеорит не очень-то большой, где-то всего 15 метров в диаметре, народ тоже задумывался, что если будет не 15 метров, а 150 метров в диаметре. Ну, на самом деле, в истории Земли много чего было, в том числе и падали метеориты из 150 метров в диаметре. Ну, один из самых таких знаменитых случаев, это метеорит или астероид, с которым связывают вымирание динозавров и всей прочей мезозойской биоты, то есть летающих ящеров, морских гигантских ящеров, вот этих всех ящериц-подобных гигантов, и наступление после этого благополучного века млекопитающих и птиц, что в конечном счете привело к появлению человека. Ну, некоторые вполне серьезные ученые высказывают даже мнение, что если бы этого не случилось, то человек бы на Земле не появился, поскольку динозавры окончательно задавили бы первых млекопитающих, а если появился бы какой-нибудь гуманоид, то он был похож на динозавра, покрыт чешуей, поскольку от динозавров и происходил. В середине 20 века был такой палеонтолог Дейл Рассел, который вполне серьезно такую гипотезу изложил. Ну, надо сказать, что в последнее время, конечно, сделали очень много, чтобы найти вот тот самый кратер от того самого метеорита, который мог бы убить динозавров. Но началось все отнюдь не с кратера, началось все, как всегда, с пыли, с космической. Были два таких ученых по фамилии Альварес американских, сын и отец. Отец был физиком-ядерщиком, один из создателей Манхеттенского проекта, он хорошо разбирался во всех ядерных делах, а сын его был геофизиком. И сын задался целью, соответственно, проверить, что случалось на земле при взрыве сверхновой. В середине 20 века такая гипотеза была более популярна, как причина уничтожения динозавров. Ну, отец ему посоветовал, поищи изотопы плутония. В земных слоях, вот на рубеже Визозойской и Кайнозойской яры, где как раз исчезают динозавры, начались поиски. Нашли действительно слоёк глины, где ничего не было, никаких организмов. Это морской слоёк, а ниже него и выше него многометровые толщи белых известковых пород. А что такое белые известковые породы? Это в чистом виде, тот же мел взять, это раковины различных мелких планктонных водорослей и одноклеточных животных. То есть до того и после того океан буквально кишил жизнью, а вот этот слоёк сантиметровый, максимум трёхсантиметровый, он совершенно был пуст. Но зато в нём обнаружилась изотопная аномалия, точнее аномалия, проявляющаяся по элементам. Нашелся там не плутоний-244, как ожидалось бы при взрыве сверхновой, а нашел с нём иридий, причём огромное количество. Если так фоновое количество иридий, у нас одна частица, один атом на миллиард всех прочих атомов, иридий весь это выпадает, опять же из космоса к нам попадает, с метеоритной пылью и так далее, накапливается в земных слоях. Вот его фоновое значение где-то один атом на миллиард всяких других атомов, а нашли 30, то есть 30 раз больше именно в этом слойке, ни выше ни ниже такого нет. Начали продумывать, что какая была причина могла бы быть появление такого аномального количества иридия, при том что плутоний отсутствует. Стало ясно, что это падение действительно астероида. И вот тогда-то как раз и появилось вот это то, что называется неокатастрофической гипотезы смерти динозавров и всего их мира в связи с падением астероида. И уже где-то в начале 90-х годов наконец обнаружили сам кратер, приуроченный к этой границе на полуострове Юкатан в Северной Америке. Кратер, надо сказать, найти было непросто, это благодаря уже такому аэрокосмическому картированию, стало ясно, что вот он там есть, причем большая его часть находится на дне Мексиканского залива. Изучили вот те небольшие остатки, которые собственно на суше Юкатанской, нашли там действительно ударную брекчью, это когда падает метеорит гигантский, выворачивает все, а кратер там довольно большой, 200 метров в диаметре, 150 метров глубиной все это пробило и все это прикрыто обломками пород более древних, то есть вот меловых, которым по которым этот, соответственно, метеорит или астероид ударил. Дальше строились такие гипотезы, значит бьет этот астероид, соответственно, поскольку и тогда это был такой участок скорее мелководного моря, чем суши, поднимается огромная волна, цунами прокатывается по Северной Америке, действительно там находят цунамиты, отложения от цунами этого времени и смывает оттуда всех динозавров и прочую живность. Ну действительно похоже на правду, ну в отношении к Северной Америке, ну а к остальным-то континентам как? Да никак, в общем-то это не соотносится. Более того, многие сомневались, что так просто вот с жизнью на земле можно справиться за счет удара астероида. Почему? Потому что чем принципиально отличаются динозавры, которые, как мы теперь знаем, были пернатыми, очень высокоорганизованными созданиями с высокими темпами обмена веществ, практически птицами, они были оперены от тех птиц, которые существуют сейчас. Но ведь птицы жили во времена динозавров, они почему-то пережили этот момент, а динозавров не стало. То есть вот такая гипотеза смерти всех и всего, она просто не проходит. Раз выживают одни организмы, значит, причина должна быть другая. Более того, в последнее время уже более точными методами начали выяснять, каково время вот этого все-таки удара Чексулупского метеорита и выяснил, что он врезал по земле на 150 тысяч лет раньше, чем собственно случился вот этот переходной мезокайнозойский коллапс. И более того, если посмотреть в этих разрезах, как ведут себя эти мельчайшие планктонные организмы, которые должны были исчезнуть в первую очередь, потому что поднимается гигантское полевое облако, соответственно, солнечный свет практически не проходит сквозь толщину, вот эту толщу пыли, летающая в стратосфере, прекращается фотосинтез, все должно фотосинтезирующие, в первую очередь, мелкие водоросли вымереть. Там деревья, скажем, тратвы еще имеют шанс уцелеть за счет своих семян, за счет своих спор, которые там сохраняются годами в почве. Но нет, ничего с планктонными водорослями не произошло. Вот именно в разрезах Мексики они прекрасно себе переходят от отложений, которые предшествовали падения метеорита, выше. Ничего в них не меняется, то есть метеорит, ну, никак не мог быть причиной вот этого всего катаклизма. Что тогда? В 80-е и 90-е годы в Палеонтологическом институте Академии наук работал такой замечательный ученый, Владимир Васильевич Жерихин, который изучал, в общем, совсем ни крупные вещи, ни астероиды, ни метеориты, довольно мелкие насекомых. И он обратил внимание, что этот мир насекомых, он меняется не на границе мезозои и кайнозои, а где-то в середине мелового периода, то есть примерно за 70 миллионов лет до этого коллапса. А чем питаются, прежде всего, насекомые? Растительностью. Значит, произошла существенная смена в растительности. Ну, тогда он мог это все теоретически описывать. А в последнее время удалось очень много по этой растительности палеонтологам сделать вывод. И не только палеонтологам, но и ботаникам. И вот оказалось, что в это время действительно растительный мир меняется. Сейчас большинство наземных растений представлены цветковыми. Деревья, травы, это в основном где-то процентов на 90 цветковые. Все остальное, всякие. Хвойные папоротники, хвощи, полуны и так далее. Это прочие 10 процентов. Ну, местами чуть побольше. И вот этот вот переворот от того момента, когда цветковые сами составляли меньше 10 процентов до того, как они стали составлять 90 и более процентов, произошел как раз в течение второй половины вилового периода. За счет чего удалось цветковым переворот совершить? За счет таких нанотехнологий, буквально можно сказать. У них увеличилась густота желкования листьев. Раз увеличилась густота желкования листьев, соответственно, по листовой пластинке можно было воду распределять равномернее. Между этими, соответственно, желками уменьшились в размерах устицы. Устицы — это органы растений, через которые проходит газобмен, то есть потребление кислорода и выдыхание углекислого газа. Или наоборот, когда растения питаются, они углекислый газ забирают. Чем больше этих устиц, и чем они меньше, тем, соответственно, экономнее расходуются все эти газы, а главное, экономнее расходуется сама вода, потому что в основном растения существует, пока у них достаточно воды в тканях. Как только воды нет, даже самые высокоустойчивые начинают усыхать. И вот это вот нанотехнологическое новшество, которого не смогли освоить ни голосеменные, которые мы хорошо знаем, в первую очередь по хвойным, типа елок, сосен, кедров, ни другие не смогли к этому прийти. И началось процветание цветковых растений, а это, соответственно, не просто растения — это растения, еще которые гораздо выше продуктивность, чем у всех их предшественников. Кроме того, у них гораздо больше ядов содержатся в тканях, чем у всех их предшественников, которыми они борются с теми растительноядами, которые они живут. И, наконец, они, соответственно, гораздо быстрее переваривают всякие фосфаты и нитраты, которыми все растения питаются, для того, чтобы создавать органические вещества. Но и выделяют они их гораздо быстрее. Кроме того, они быстрее, соответственно, извлекают все из почвы и возвращают вот это все обратно. Вот продуктивность цветковых растений тоже в 4 и более раз выше, чем у их предшественников. И вот этот новый мир, который более быстрый, чем тот, к которому привыкли динозавры, более ядовитый, к тому же более темный, леса из цветковых, они даже тропические. Это сумрак, прохлада, отнюдь не тепло, круглые сутки, я про ночь уж не говорю, но и днем там достаточно сумрочно и прохладно. И это жизнь, которая протекает в кронах деревьях, потому что когда идешь по тропическому лесу, там ощущение шум пуст, потому что все, что там живет, оно живет в кронах деревьях. Это древолазы по существу. Динозавры к этому приспособиться не смогли. Смогли к этому хорошо приспособиться как раз млекопитающие, птицы, змеи и то, что вот мы имеем сейчас на суше. Вот эти группы организмов, эти группы животных. На самом деле получается, что переворот на земле принесли не мощные силовые структуры в виде удара астероида в несколько десятков ядерных зарядов мощностью, это все посчитано, а вот эти вот мельчайшие, меньше миллиметров диаметры, устицы на листовых пластинках цветковых растений. Субтитры сделал DimaTorzok